Потому Ну вот такая, вот такая Замечательная песня На замечательную мелодию Известную в простонародье И такие слова Первым делом, первым делом Чтобы сердце было чисто Остальное все потом, да? У баптистов Ну что ж, а мы продолжаем нашу программу И сейчас, вашему вниманию, следующая передача В открытом радиоэфире У нас гости Из России, из Москвы Шринай Досов Она проводит здесь интересные семинары Она об этом сейчас расскажет И вы можете звонить, участвовать Номер телефона для вашего участия Эрико 916 429 76335 Итак, приветствую вас, сестры И мы слушаем вас внимательно Ну что, приветствую вас, дорогие друзья Я приехала из Москвы И я приехала по приглашению Индуктивного института В город Читанугу И там мы делали телевизионные программы Одна из тем Это освобождение страха Сегодня мы об этом будем говорить А также книга судей Как изгнать своих врагов Вот хорошая тема Ведь дал Господь землю народу Дал Сказал, изгони врагов Я буду впереди вас Победа за мной Но не случилось так, как Нужно было сделать Почему они не изгнали врагов И созвучно, наверное, с этой темой Освобождение от страха Вот небольшое предисловие К нашей теме Кстати, я сотрудник Миссии «Свет на Востоке» Сотрудничаю с этой миссией Уже больше 25 лет Вот, миссионер В странах мусульманских И служу в Москве И я благодарна Богу За это приглашение Вам, брат Игорь Сердечное спасибо за приглашение Итак, наша жизнь Полна различных страхов Страх перед терроризмом Природными бедствиями Страх перед экономическими проблемами Забота о безопасности ближних Страх перед угрожающими диагнозами Страх потерять работу Дом, отношения Свои сбережения Мечты, независимость Здоровье или жизнь Мы можем найти бесконечное количество причин По которым нам стоит бояться И в наши дни мы постоянно слышим Новости о каких-либо бедствиях Трагедиях Которые потрясают этот мир Мир, который, кажется, сжимается от страха А угроза поступает к нам Все ближе и ближе Хорошее предисловие К этому курсу Потому что страх всем свойственен И он может, как тут хорошо сказано Парализовать нас Привести в замешательство Сбить с толку Нанести серьезный ущерб Нашему телу и сознанию И когда нас поражает страх Самое лучшее решение Задать вопрос Который задал Иисус Христос ученикам И вот давайте обратимся К этому вопросу Евангелие от Марка 4 глава 35-41 Вечером того дня Сказал им Переправимся на ту сторону И они, отпустив народ Взяли его с собою Как он был в лодке С ним были и другие лодки И поднялась великая буря Волны били о лодку Так что она уже наполнялась водой А он спал На корме На возглаве И его будет И говорят ему Учителя, неужели тебе нет нужды Что мы погибаем И встав он запретил ветру И сказал море Умолкни, перестань И ветер утих И сделалась Великая тишина И сказал им А что вы так боязливы Как у вас нет веры И убоялись страхом великим И говорили между собой А кто же сей Что и ветер и море Повинуются ему Вот отрывок С которого начинается наш курс Это вопрос Иисуса Христа Чего ты боишься Ведь с ними был Христос в лодке Он не где-то там рядом Даже не на берегу А с ними в лодке Но вот буря И так и с нами иногда бывает Мы верующие Мы в церкви Но вдруг какие-то обстоятельства Что такое буря Это страх извне Бывают испытания Вот мы сейчас здесь проходим Кстати, пользуясь случаем Сделать объявление Мы проходим сейчас курс По посланию Якова И вот первая глава С 1 по 13 стих Это искушение Они переведены Как испытания По 12-й А с 12-го С 13-го по 15-й Это искушение Корень 1 Пайразо Испытание Пайразмос Искушение Как не превратить Наши испытания Которые даны для того Чтобы в контексте Первой главы Приводят к терпению К мудрости К блаженству Как не превратить это В искушение Когда ты начинаешь Винить за это Бога Что делают ученики В лодке Учитель Неужели тебе нужды Нет, что мы погибаем То есть они как бы Косвенно обвиняют его Ты вот погибаем А ты вроде как Да Куда ты смотришь Что ты спишь И посмотрите Вопрос Христа Вот Мне интересна реакция Некоторых верующих Мы рассуждаем на эту тему И в принципе Все рассуждают правильно Говорят А вот как еще Это же буря Это вот мы погибаем Это же вот такое Что не можешь не бояться По-другому Да Да Но посмотрите Что говорит Христос Почему вы боязливы Он не начинает объяснять Да Ну такая обстоятельства Конечно Он говорит А почему вы боитесь У вас нет веры Значит я думаю Что вот Вопрос к нашей вере Когда мы боимся Надо задать себе вопрос Чего я боюсь Почему я боюсь И в каком состоянии Моя вера Это первый страх Второй страх Мы видим Когда вот он Остановил эту бурю Они боялись Страхом великим Говорили Кто этот Тут уже другой страх Ну и конечно Этот страх Божий Он сильнее Чем страх физический И предполагается Вот очень важно Понять для себя Что и в любви Нет страха Мы читаем И совершенная любовь Изгоняет страх И вера Если она у нас растет А растет вера От слова Божьего То это тоже Изгоняет страх Потому что страх Вещь опасная Она действительно Парализует нас Страх желает Чтобы мы Были зависимы от него Он желает Нас водить На поводке И сопровождается Стрессами Поэтому Как-то нам надо Ближе к спасителю Нашему И к вере Я так поняла Страша Ирина Что эта тема Будет на ретрите Да? Эта тема О страхе В следующую пятницу Начинается ретрит Для женщин В обед Для женщин Да Еще можно зарегистрироваться На сайте И еще можно Там есть еще места Поэтому Следующая пятница Суббота И утро воскресенья То есть Вот 11-12 июня Поэтому Темы будут такие Вот сейчас я вам объявлю И не только это Там будет много молитв Будет общение Будет и время для отдыха Потому что Я-то буду первый раз Но я посмотрела программу Очень заманчиво Ну так вот Побыть на таком ретрите Первая тема Итак Отчего вы боязливы Мы порассуждаем о вере Потому что без веры Угодить Богу невозможно И может быть Иногда надо делать анализ Во что я верю Почему я так И в каком состоянии моя вера Вот Потому что Писание тоже спрашивает Испытывайте себя Самих себя исследуете Вере ли вы Потому что Вот в таких ситуациях И проявляется Моя вера Не тогда Когда я рассуждаю о ней А когда вот случается Что-то случается Да-да-да И реакция То есть по реакции видно Да Вот знаете Последнее время Вы закончите мысль по поводу Хорошо Вторая тема Можем ли мы уповать на Бога Знание о Боге Тоже освобождает от страха Очень важно То есть величие Бога В чьих В руках Какого Бога Мы да Знание этого Если у нас есть понимание Кто такой Господь И мы исследуем это На основе Писания Это становится нашей частью И тогда Чего я не убоюсь Говорит Давид Что сделает мне человек Третье занятие у нас будет О страхе Божьем Что Божий страх Изгоняет все другие страхи Клин клином вышибают Может быть у нас Проблемы с Божьим страхом А что такое Божий страх А как проверить Есть ли у меня Божий страх Вот эта тема Потом у нас Очень насущные Актуальные темы Спасибо что вы будете их вести Да И поэтому Пользуясь случаем Я тоже обращаюсь Дорогие сестры Найдите время Оставьте все ваши дела И пожалуйста Поезжайте на этот ретрит Потому что это будет Очень назидательно И полезно Еще две темы объявлю Четвертая Даже три темы Это преодолевая страх Перед людьми Четвертая Мы все пройдем Все шесть тем Преодолевая страх Перед людьми Ну Знаете Это как ученики пришли К равину Умирающему Рави Дай нам последнее назидание Он говорит А я вам Я уже вам все при жизни Вас учил Не ну Умирающий Самый такой Настоящий Дает Ну вот Что я вам скажу Ученики Чтобы вы боялись Бога так Как вы боитесь Людей То есть Мнение о себе Мы часто Как-то Угождая людям Забываем Что вообще-то Надо угождать Богу Это будет Четвертая тема Пятая Побеждая Страх смерти Домокла Для меня Потому что у нас Господь Почему же мы должны Бояться И это Хорошие вопросы Чем больше будет Спеджа на слова Чем больше неба Будет в нашей жизни Тем меньше земли Мы будем жаждать Если будет Господь С нашим С утра Как говорится И в мыслях И в сердце И в нашем настрое Тогда земное В том числе И страхи Они не будут Нас преследовать Вот у меня Вот такой вопрос Ширина Что бы вы пожелали Тем Кто не сможет Быть на ретрите Понятно Что не все Мы сможем там быть Я бы сама Очень хотела Но я частично Наверное в пятницу Приеду В субботу После обеда Вот по этим темам Если вот Что бы вы пожелали Вы знаете Сейчас вот В последнее время Людей немножко Одолевает Такое уныние И страх В том смысле Что Почему Хорошие вещи Происходят Плохие вещи Происходят С хорошими людьми Очень много погибает Ну таких верующих Которые казалось бы Ну Они нужны Как служителя И молодые И чуть постарше И возникают Какие-то автокатастрофы И люди погибают И близкие И родственники Немножко в таком В растерянности И Как бы Ну как будто Чувствуют Какую-то Беззащитность Что ли Вот Что бы вы пожелали Вот из всех Тем Таким людям Кого постигло Разочарование Что кто-то погиб И как бы Вопросы Что А куда Посмотрит Бог Да Ну Вы знаете Господь не ошибается Это мы все знаем И как верующие люди Мы одно Должны знать Ну что Закончилась Миссия этого человека Он должен был уйти И не нам Судить Он должен жить Год Пять лет Двадцать пять лет Или как Потому что Мы как-то думаем Что если Бог Это значит Знаете Богатый Счастливый Долго живой Это на своем месте Большое благословение И Писание обещает Эти благословения Детям своим И есть обетование О том Что в твоем доме Будет седой человек И ты Будешь царем И твои дети Если будешь Послушен Слову Божьему Вот Ну а что тут говорить Много согрешаем Братья-сестры Все мы Так говорит В Писании Что мы Это одна часть Другая сторона Что У пророка Исаии По-моему Пятьдесят пятая глава Праведник Восхищается от зла Бывает Что уходит Человек раньше Чтобы не встретиться С большим злом Который он не перенесет На земле И ему надо Уйти раньше А может быть Эта смерть Вы знаете Может сыграть Иногда Большую роль Даже чем жизнь Я вспоминаю Убийство Александра Мения Я пережила Вот как раз Девяностое годы Был по-моему Девяносто треть Или девяностое В общем И вы знаете При жизни Его знали Конечно Но что сделала Его смерть Она сделала Не в сто Миллион раз больше Чем его жизнь Так люди Потянулись К нему И вот эта его Книга Жизнь Сын человеческий О Христе Она многих Многих Привела к Богу Именно через его смерть Вот люди Заинтересовали Что он написал Почему его убили И так далее Вот зачем был Он был в расцвете лет Ему был По-моему 52 или 55 лет Не больше Когда он шел на службу Его в лесу Топором зарубили Вот Так что Мы не знаем Почему человек забирается Бог знает Но Что можно сказать Этим родным Господи Утешь Милосердный Но если мы Верующие люди Мы же знаем Смерти нет И тех Кого мы здесь проводили Да мы сами здесь гости Мы скоро с ними увидимся Это должно Нам давать надежду И не надо Отчаиваться Впадать в уныние Или в депрессию Потому что Годы летят Жизнь наша Как звук Говорит Писание И мы даже не идем И даже не бежим Написано Мы летим А раз так Так завтра Уже со всеми увидимся Если мы в это верим Нас никакая смерть Не смутит И не испугает Вот А умирает А все человечество умирает И все человечество Где-то гибнет И все Больше человечества Больше всех этих историй Вот Это нам только кажется Что больше верующие Там нет И верующие Тоже Мы все вообще Еще не надо забывать В одном котле варимся Вот этот земной котел Все человечество Господь нас отделил Но в духе А живем-то мы в этом Неправедном мире В котором управляет зло Весь мир лежит во зле Так что тут Будем молиться Друг за друга Поддерживать Кто пережил Какие-то трагедии Но не надо думать Что эти переживают Другие нет Все Все У всех Кажем дому по кому Ну вот просто Допустим Что бы вы пожелали Тем У кого есть трудности С детьми Вот воспитание детей Ну я имею ввиду Здесь В Америке Ну надо сказать Что зло Где-то Ну свобода Торжествует Да И дети становятся Непослушными Непокорными И родители Как бы немножко Ну опять же В страхах За своих детей Переживают О том Что дети Не ревнуют Не идут в церковь Ну далеки от Бога Не горят к Богу И ну молятся И иногда Вот задают Такие вопросы Мамы спрашивают Ну Ну что Бог не слышит Ведь Они по-настоящему Искренне молятся И просят об освобождении От какой-то зависимости Может быть И просят Чтобы Бог изменил И мы сами И молимся И просим Ну как бы И вот такие вот мысли Что бы вы таким сказали Ну насчет детей А лучше чем Слово Божие не скажешь Во второзаконии Написано В шестой главе Что ты Вот Навяжи На лбу И на руке И передай детям И дети детям Вот В книге Судей Мы читаем Вот тема Которая я говорила Прошла сейчас У нас на телевидении Как изгнать своих врагов Мы читаем Что по смерти Иисуса Навинова Стало молодое поколение Которое не знало Бога И вот это незнание Бога Вот к чему привело Книга Судей Кончается Гражданской войной Это для чего Вы пришли В эту землю Обетованную Чтобы там Друг друга перебить Чуть не пропало Все колено Вениаминова Их осталось всего 600 человек Потом взяли за голову Как их спасти Это колено Значит Поэтому Тут Знаете Наверное Скоро Пришествие Христа И это Не должно Нас застать Врасплох Ах Америка Ах Наши дети Ах Куда Да весь мир Идет К концу И Писание говорит Что последние времена Будут тяжелые Люди будут горды Надменны Напыщены Более сластолюбивы Нежели боголюбивы Родителям непокорны Это все Должно исполниться И мы это должны Видеть Что? Мы хотим Видеть это кругом А вот не с нами Но Раз мы все вместе Что тут надо сказать? Молиться о детях И Написано Ты спасешься Весь дом твой Поэтому мы не должны Думать Ну все гибнут Мои дети Никогда они не погибнут Ты спасешься Весь дом твой Я хочу Вот свое свидетельство Например У меня мама Украинка Отец таджик И бабушка Во времена Сталинских репрессий В одну ночь Выслали всех В Среднюю Азию Мама вышла За таджика И приняла ислам Но в ислам Вообще женщина не выбирает Поэтому Вот уже как случилось Приняла ислам Она несознательна Но другого выбора Это нет Вот И Десять детей Три пары двойняшек У нас И бабушка Однажды говорит Маме Зачем ты родила Этих десять детей Все будут Мусульмане Большего горя нет Заплакала и ушла И она нас всех Я с бабушкой спала Я всегда слышала Ее молитвы Она вы знаете Была православной Читать писать не умела Ничего про Христа Не знала Ни о воскресении Ни о чем Ну вот как могла Она вот как-то Знаете писание говорит Кому мало дано Меньше спросится Вот что я Какую мысль хочу подчеркнуть Она молилась Ежедневно О нас И когда произносила Все наши десять имен Всегда рыдала Я уже знала Бабушкин программу Сейчас она что-то помолится Потом наши имена Потом поплачет Потом мы будем спать Так же начиналось и утро И вот бабушки Давным-давно нет Она не застала Это время Когда все ее Оплаканные внуки Стали христианами И ее правнуки Пошли в миссионерские школы Библейские школы Вот понимаете Что такое молитва И что такое обещание Ты весь дом твой Вот бабушка Была уверена Казалось бы Где-то В мусульманской стране Семь Да Стопроцентная мусульмания Вот село Колхоз этот такой Понимаете И вдруг там Бабушка сама В это не верила Что мы будем христиане Бабушка не верила Она-то нас оплакивала Как мусульман Но Божье обещание Оно так гласит Веруй в Господа Иисуса Христа Спасешься ты И весь дом твой Поэтому Дорогие братья и сестры Вот вы плачете о детях Вы переживаете о них Дай аминь надо И плакать надо Моя бабушка тоже плакала Но плачьте с верой А не так Что вот такая Слеза Надежды никакой Что обязательно Будет это исцеление И обязательно Придет И изменение В жизнь наших детей Есть знаете Я в Москве училась С одним студентом Так он 42 года Сидел в тюрьме Из тюрьмы в тюрьму Из дедовской Его родители Баптисты А он только по тюрьмам Потом к нему Это еще в советское время К нему Родители сделали запрос Где сын А он умер Его нету Они поминки Справили Потом они умерли И они этот дом Свой отдали Церкви Церковь разломала Построила там Большую церковь И он возвращается Из тюрьмы Пришел Стоит у дома Соседка вышла Вы кто такой А я говорит Так а мы же поминки По тебе справили Церковь Узнав это Взяли его Вахтера Он там покаялся Уверовал Вот я с ним сидела В семинаре За одной партой Он говорит Мне одно жалко Мои родители Это не видят Какие бы они были счастливые Что я стал верующим Я пошел в семинарию А уже ему было Знаете Чуть ли не там Под 60 лет 42 года Сидел в тюрьме Кажется уже Настолько все это Никогда не теряйте надежду И не смотрите на мир Мир украл Наш дети наркоманы Наши Бог вырвет их Из этих оков Почему? Вера Великая вещь Может быть мы Недооцениваем Что такое вера Это Божий дар Это ты не заслужил Нечем хвалиться Но это такой дар Он может Невозможное Почему? То что невозможно Человека Возможно Богу Христос В вас упование славы Вот во мне Христос делает невозможное Во мне Христос Исполнять невозможное И благодаря Христу Бог совершает В своей жизни Это чудо Поэтому надежду Не теряем Но смотрим С верой На наших детей На будущее Наших детей Спасибо А вот еще вот такой вопрос По поводу Некоторые верующие Я знаю Что немножко переживают Что грядут такие катаклизмы На нашу землю И вы видите Как климат меняется Где-то что-то Какие-то Цунами Штормы И даже бывает Приходит мысль Что Ну к примеру Вот взять вот здесь Наш берег Сакраменто Западный берег Что он уйдет Под воду Весь И некоторые Впадают В панику Даже в том смысле Что нам надо Все продавать И уезжать на другой берег Или куда-то На середину И звонят Даже спрашивают Постарей Вообще Как быть Нам Что делать Вот такой страх Когда овладевают людьми Что делать Вот такой страх будет Когда мы не будем Бояться Господа Мы будем бояться Берега Шторма И в чего только Это же Наивный страх Ты не убежишь От себя И не убежишь Куда в другое место Побежал А там что Там А везде Мы такое слышим Думаю Хорошая притча 29-25 стих Хороший стих Боязнь перед людьми Ставит сеть Надеющаяся на Господа Будет безопасен Я думаю Что надо нам Надеяться на Господа Если мы надеемся На Господа То знаете 90-й псалом Падут около тебя Тысячи Десятки тысяч К тебе не приблизится зло А уж если надо уходить Можно и на ровном месте Понимаете Да-да Споткнуться Сегодня чего только не рушится И самолеты И поезда И автобусы И всякие дорожные происшествия И что Везде будешь ходить Бояться Это Надеющийся на Господа Безопасен То есть Даны два противопоставления Это страх Перед обстоятельствами Внешними Вот буря на море Перед людьми Страх Он вообще Ставит сеть То есть Ты будешь зависим От этого человека И другой страх Это Божий страх Если ты надеешься На Бога Не убоюсь Так замечательно Сказал псалмопевец Давид Вот 55-й псалом Как чудно он говорит Он говорит Посмотрите Когда он говорит Не убоюсь Что сделает мне человек 55-й псалом Да Вот помилуй меня Божий Ибо человек хочет Поглотить меня Нападая всякий день Теснит меня Враги мои Всякий день Ищут поглотить меня Ибо много Восстающих на меня У Всевышний Когда я в страхе Я на тебя уповаю Вот что надо делать Приближается страх Ой Ой Там папа Вот это так случится И чего я должен Сразу пастору звонить Ну пастор же тоже не Бог Пастор Слава Богу Он ободрит тебя Вдохновит Но если ты вначале Бежишь к пастору Потом к Богу Это тоже неправильно Встань на колени И скажи Задай вопрос Христа Почему я боязлив И ответ Христа здесь есть Нет веры А Петру он сказал Когда Петр стал тонуть Почему ты усомнился Маловерный Есть вера И сомнения рядом Есть вера Но мало веры Поэтому надо сказать Что причина не в том Что действительно будет Наводнение Или что-то я должен бежать Что-то со мной не то С моей верой Что-то не так Поэтому вдохновимся Родные мои И скажем Как Давид Когда я в страхе Я на тебя уповаю Четвертый стих Пятьдесят пятого псалма В Боге восхвалю я Слово Его На Бога уповаю Не убоюсь Как радостно Поэтому ближе к слову Погружение в слово Божье И тогда этот страх Сам убежит Павел Тут Давид и говорит А что сделает мне человек То есть Что сделает мне плоть Что сделает мне Боязнь это опасная вещь Она нас разрушает Двенадцатый стих Продолжение На Бога уповаю Не боюсь Что сделает мне человек А вы скажите На Бога уповаю Не боюсь Что сделают мне эти обстоятельства Ни жизнь Ни смерть Ни начало Ни силы Ни высота Ни глубина Никакая другая тварь Ничто не сможет Отлучить нас От любви Божьей Во Христе Иисусе Господе нашим Тогда чего я боюсь Кто меня может отлучить Ну хорошо Может быть даже и случится Это вот Это вот Крушение наводнения Я не боюсь Потому что я знаю Куда я иду А если я боюсь Ну продли жизнь Еще на 10-20 Да не продлишь Все наши дни записаны У Господа Поэтому Я вот вспоминаю Знаете Мне было 5 лет И нас Дети мы игрались В селе 12 часов лета жара Холодильники Стояли на улице И меня закрыли Дети в холодильнике И убежали И вы представляете Что Это Чисто случайно Проходил в это время Человек Открывает холодильник И я там В другой раз Маленькая Может 6 лет было Тону на речке Одна я была Я даже не знаю Почему я там одна была Только знаю Потом Родители сказали Что меня Шел человек Замдиректора школы По Арыку И видит Косичка плавает Вот как Человек уже Это только 2 случая Которые с детства А сколько такого Где ты мог бы Уже 100 раз не жить Но у Господа Есть свой план Поэтому не бойтесь Никаких происшествий Не собирайте чемоданы И никуда не бежите Это метание Рвание Рвение Такое Оно бывает По плоти Если я с Господом Не боюсь Ни людей Ни обстоятельств Ничего И самой смерти Не боюсь Если жизнь Христоса Смерть приобретения Так ты только приобретаешь Павел говорил Я желаю Разрешиться И быть со Христом Это несравненно лучше А вот еще Вот такой вопрос Можете Вы дать Определение Страх Божий Что такое Страх Божий Да Вот замечательная тема Как раз она у нас Будет на конференции Страх Господень Значит Мы Будем размышлять О том Что Страх Господень Подчиняет Все другие Страхи И Знаете На чем он основан Вот У нас в курсе будет Сказал Безумец В сердце своем Нет Бога Это без страха Божьего люди Когда они Сами себе Боги Если у человека Не будет авторитетом Бог Он делает себя Значимым И дальше Все уклонились Сделались Непотребными В римлянам Нет праведного Ни одного Нет разумеющего Все до одного Негодные И посмотрите И Анна Это в курсе будет Мы тогда Спокойнее Порассуждаем А здесь Иисус говорит Вот этим фарисеям Которые внешне Были верующими Ну как бы Претендовали на это Фарисеи Книжники А он говорит Что ваш отец Дьявол То есть Недостаточно Я вот Если я Объявляю Что я верующий Или внешне Как-то это Вот в церковь Хожу Что в сердце Моем живет Поэтому Что такое Страх Господень Это Благоговение Перед Богом Это признание Его величия Это когда Я Не делаю Зло Не потому Что я боюсь Или меня Поймают Или как-то А я не хочу Огорчить Бога Мне как-то Понравились слова Одного человека Не знаю Кому они принадлежат Господи Если я люблю Тебя Ищу Тебя Стремлюсь к Тебе Потому что Я хочу попасть В рай Не пусти меня В рай Если я люблю Тебя Ищу Тебя Стремлюсь к Тебе Потому что Я боюсь Ада Сожги меня В аду Но если я Люблю Тебя Стремлюсь к Тебе Иду к Тебе Ради Тебя Самого Не отврати от меня Твою вечную красоту То есть Страх Божий Это любить Бога Не потому что Боюсь Или не потому что Рай Там вот это Потому что Ты велик У нас есть Такой замечательный курс Он называется Имена Бога 15 имен Бога И я всегда Размышляла Вот и Ягова Вот все имена Вы знаете Лухим Он меня сотворил И там быть благодарным За то что у тебя цвет глаз такой Ты рос такой В стороне такой родился То есть Благодарность Творцу Не только за весь мир Но и меня самого Или Яхве Рафа Бог целитель Или Яхве Циткейна Он моя праведность Мое оправдание Я думала А вот это Иегова Это что Мне от этого имени Что А ведь это имя Упоминается Шесть с половиной тысяч Раз в Библии И почему Еврей должен был Омыть руки Когда он писал Это имя И то только первую букву И если через строчку Встречается опять Это имя Он должен был идти Омыться И поменять ручку И опять И опять Это вот только первую букву И вот вы знаете У нас замечательный курс Есть имена Бога Поэтому обязательно Попадите на сессию Приходите Изучайте Это очень важно Так вот Знаете В суть этого имени А люби меня просто так А не потому Что я тебе то дал И все дал Я твой целитель Я твоя праведность Язычники обычно К Богу приходят Которые не знают Бога Ты мне дай то Ты мне дай то Да, да, да И больше от страха А мы приходим к Богу Потому что мы его знаем Мы его любим Не потому что он Что-то нам дает Даже если бы он Ничего не дал На земле Вот только спасение дал Этого уже достаточно Да Вот это и есть Божий страх Благоговение перед Богом Признание величия Бога Признание Его Творцом В своей жизни В своих обстоятельствах И тогда ты не будешь Возмущаться Ни против каких В своей жизни происшествий Ты примешь Даже если он все заберет Как Иова Да Ты примешь это все С благодарностью И сказал Господь дал Господь взял Да будет благословенное имя Его Вот так Спасибо большое Давайте вот на этой нотке Мы закончим нашу передачу Спасибо большое Вам И вам мы все-таки предлагаем Найти время И поехать Дорогие сестры На этот ретрит На следующей неделе Тема очень важная Я когда услышала Думала О как хорошо Это действительно Бог вел Сестер Которые организуют Этот ретрит Чтобы они именно Вот эту тему выбрали Это очень актуальная И важная тема Потому что на земле Много чего будет происходить И может быть Времена приходят такие Что еще тяжелее Еще страшнее будет нам жить И поэтому нам важно Этот курс знать И слышать И изучать его Чтобы укрепиться Чтобы были силы у нас Чтобы все это Все преодолевшее Мы могли устоять Не упасть А лежать А устоять Пусть Бог благословит вас Спасибо вам ширина И всего доброго Богу слава Вам спасибо Спасибо за приглашение До свидания До свидания